Весера вторая о святом апостоле Павле. Кто такое человек? Каково благородство нашей природы? И к какой добродетели способно это существо? Больше всех людей показал на себе Павел. С того времени, как стал апостолом, до ныне он громким голосом оправдывает Господа против всех осуждающих его за такое устроение нас, побуждает к добродетели, заграждает бесстыдные уста хулителей и показывает, что между ангелами и людьми невелико расстояние, если мы захотим быть внимательными к самим себе. Он получил не иное естество, имел не иную душу, жил не в ином мире, но был воспитан на такой же земле, в такой же стране, под такими же законами и обычаями и превзошел всех людей, бывших с того времени, как стали существовать люди. Где же те, которые говорят, что добродетель трудна, а порог легок? Павел подтверждает противное им. Ибо ныне легкая печаль, говорит он, производит, при избытке в безмерном соделывает вечную славу. 2 Коринфянам 4,17 Если же легкие скорби, то тем более внутреннее удовольствие. И не только то в нем удивительно, что от избытка ревности он не чувствовал трудов, подъятых для добродетели, но что и этой последней он предан был не ради награды. Мы и при предстоящих наградах не выдерживаем трудов для добродетели, а он и без наград исполнял и любил ее, и кажущиеся препятствия к ней побеждал со всей легкостью, не ссылаясь ни на слабость тела, ни на множество дел, ни на власть природы, ни на что другое. Несмотря на то, что он был обременен заботами больше всех военачальников и царей на земле, он с каждым днем, однако, возрастал в силах и с увеличением для него опасности приобретал новую ревность, как он сам выражал это, когда говорил, забывая заднее, простираясь вперед. И ожидая смерти, призывал к участию в этой радости, говоря, радуйтесь и сорадуйтесь со мною. И при виде опасности, обид и всякого бесчестия так же ликовал. И в послании к Коринфянам говорил, я радуюсь в немощах, в обидах, в скорбях, все это называл оружием правды, выражая, что и отсюда он получал величайшую пользу. И со всех сторон был неумолим для врагов. Везде, встречая удары, оскорбления, злословия, он, совершая как бы торжественное шествие и воздвигая по всей вселенной непрерывные трофеи, восхищался и возносил благодарность Богу, говоря, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Коринфянам 2.14 без чести и оскорбления за проповедь он искал больше, чем мы, чести. Смерти больше, чем мы жизни. Бедности больше, чем мы, богатства. Трудов больше, чем другие покои. И не просто больше, но гораздо больше. Печали больше, нежели другие радости. И молитв за врагов больше, нежели другие молитв против врагов. Таким образом, он превращал порядок вещей, или лучше мы превратили его, а он соблюдал его так, как установил Бог. Все первое естественно, а последнее напротив. Кто служит тому доказательством? Павел, который был человеком, и однако искал первого больше, нежели последнего. Одно только было для него страшно и опасно. Оскорбить Бога, а более ничто. Равно и вожделенным для него было ничто иное, как угождать Богу. Не говорю ничто из настоящего, не было для него вожделенно, но даже из будущего. Не говорим ни о городах, народах, царях, войске, оружии, богатстве, начальстве и власти. Это он не считал даже и за паутину. Но представь то, что на небесах, и тогда увидишь силу любви его ко Христу. Питая эту любовь, он не удивлялся достоинству ни ангелов, ни архангелов, и ничему другому подобному. Потому что имел в себе то, что выше всего, любовь к Христову, и с ней он считал себя блаженнее всех, а без нее не желал быть ни с господствами, ни с началами, ни с властями. С этой любовью он лучше желал быть в числе последних и наказываемых, нежели без нее в числе высших и получающих почести. Единственное наказание для него было лишиться этой любви. Это было для него гиенную, мучением, верхом зол, равно как иметь ее было наслаждением. В этом для него была жизнь. Мир, ангел, настоящее, будущее, царство, обетование, верх, благ. Все другое, что не относилось сюда, он не считал ни прискорбным, ни приятным, но презирал все видимое и точно гнилую траву. Властители и народы, дышащие гневом, казались ему комарами. А смерть, казни и бесчисленные мучения, детскими игрушками, кроме разве, когда он терпел из-за Христа. Тогда ими он восхищался и узами величался так, как не величался и Нерон. Имея диодему на голове и в темнице, жил, как на самом небе. И раны и бичевание принимал с большим удовольствием, нежели другие хватают награды. Он любил труды, не меньше награды, считая самые труды наградой для себя. Почему и называл их благодатью. Посмотри, разрешиться и быть со Христом было для него наградою, а оставаться во плоти подвигом. Однако он избирает последние преимущественно перед первым и говорит, что это для него необходимее. Быть отлученным от Христа было для него подвигом и трудом, или вернее, высшей подвигой труда. А быть со Христом наградою. Однако для Христа он избирает первое преимущественно перед последним. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что все это было ему приятно ради Христа. И я также говорю, что ему доставляло великое удовольствие то, что нам причиняет скорбь. Но для чего я говорю об опасностях и других бедствиях? Он был непрестанно в скорби, посему и говорил, кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Кто-нибудь скажет, что и в скорби есть удовольствие? И, например, многие, потеряв детей, имея свободу плакать, находят утешение. А если им препятствует в этом, то печалятся. Так и Павел, проливая слезы, ночь и день находил в них утешение, потому что никто так не плакал о собственных бедствиях, как он о чужих. Что, думаешь, ты чувствовал он, когда видя, что иудеи не спасаются, просил быть самому ему лишенным высшей славы, чтобы они спаслись? Отсюда видно, что спасение их было для него гораздо тяжелее, потому что если бы это не было тяжелее, он не просил бы о том. Он избрал то лишение небесной славы, как легчайшее и более утешительное, и не просто лишь желал, но и взывал так скорбь и теснота, болезнь сердцу моему. Итак, кто ежедневно, так сказать, плакал о живущих по всей вселенной и о всех вообще народах и городах, и о каждом порознь того, с чем можно сравнить? С каким железом? С каким адамантом? Какое можно назвать эту душу? Золотою или адамантовую? Она была тверже всякого адаманта, дороже золота и драгоценных камней. Первой он превосходил своей твердостью, а последняя своей драгоценностью. С чем же можно сравнить ее? Ни с чем существующим. Если бы адаман сделался золотом и золото адамантом, тогда составилось бы из них некоторое для ней подобие. Но для чего мне сравнить ее с адамантом и золотом? Весь мир противопоставь ей, и тогда увидишь, что душа Павлова важнее его. В самом деле, если о тех, которые скитались в милотях, в пещерах и в малой части вселенной, он говорит, что весь мир не был достоин их, то гораздо более мы можем сказать о нем самом, что он достоинством своим был равен всем. Но если мир не стоит его, то кто же стоит? Может быть, небо? Нет, и оно мало, потому что если он сам небу и тому, что на небе предпочел любовь к Господню, то гораздо более Господь, который столько превышает его благостью, сколько добро выше зла, предпочтет его множеству небес. Он любит нас не так, как мы его, но настолько больше, что невозможно выразить никаким словом. Посмотрит, чего удостоил он Павла еще прежде будущего воскресения. Восхитил его в рай, вознес на третье небо. Сообщил ему такие тайны, каких нельзя пересказать никому из имеющих человеческую природу. И весьма справедливо, потому что он, ходя еще по земле, все делал так, как бы жил в обществе ангелов, быв связан с смертным телом, являл их чистоту, и был подвержен таким немощам, старался быть нисколько не ниже вышних сил. Одлинно, как птица, он летал по вселенной, и как бестелесный презирал труды и опасности, и как бы уже достигший неба пренебрегал всем земным, и как бы обращающийся с самими бестелесными силами, был постоянно бодр. Хотя и ангелом часто мы, вверяемые различные народы, были, но ни один из них не устроил так вверенного себе народа, как Павел всю вселенную. Не говори мне, что не Павел был устроителем ее, с этим согласен и я. Но если и не сам он успевал в этом, то и в таком случае нельзя лишить его похвалы за это, так как он сделал себя достойным такой благодати. Михаил уверен был народ иудейский, а Павлу суша и море, обитаемые страны и необитаемые. Говорю это не к унижению ангелов, нет, но дабы показать, что и будучи человеком, можно быть вместе с ними и стоять подли них. И для чего не ангелам было вверено это? Для того, чтобы ты не имел никакого извинения в своем нерадении и не ссылался на различия естества для оправдания своей беспечности. А между тем, произошло еще более дивное. В самом деле, разве не удивительно и не странно, что слово, произносимое бренным языком, прогоняет смерть, разрешает грехи, исправляет поврежденную природу и делает землю небом. «Потому я удивляюсь силе Божией, потому и уизумляюсь ревности Павла, что он принял такую благодать, что он так приготовил себя. И вас, увещевая, не удивляться только, но и подражать этому образцу добродетели, потому что таким образом мы можем сделать все участниками одинаковых с ним венцов. Если же ты удивляешься, слышишь, что совершив то же и ты получишь то же, то послушай, как он сам говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который воздаст мне Господь в день он и праведный судья, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». 2 Тимофея 4.7. Видишь ли, как он призывает всех участвовать в том же. Итак, если всем предстоит то же, постараемся все сделаться достойными обетованных благ. Будем смотреть не на величие только и превосходство дел его, но и на силу его ревности, которой он приобрел себе такую благодать, и на сродство природы, по которому он имел все то же, что и мы. Таким образом, и весьма трудное для исполнения окажется для нас удобным и легким. Потрудившись в это краткое время, мы удостоимся носить нетленный и бессмертный венец. Благодати и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.